Галина Раева, врач детской поликлиники. С детства мечтала стать врачом. Окончательное решение приняла после истории с собственной бабушкой, которая тяжело заболела перед войной. Тогда не было антибиотиков, только токсичный стриптоцит. Шанс на выздоровление сводился к минимуму. Но в маленьком провинциальном городке молодая врач практически совершила чудо и вылечила женщину от крупозной пневмонии. С тех пор Галина Раева не рассматривала другую специальность. И, закончив учебу, устроилась в поликлинику, где работает уже 31 год. Сначала участковым педиатром, а сейчас врачом дневного стационара. Сложно, но в принципе везде. Я не скажу, даже по прошествии вот стольких лет, я не скажу, что это профессия легкая. На самом деле она сложная, требующая постоянного сосредоточения. То есть даже в принципе ты уходишь с работы, а ты от работы все равно не отключаешься. Но здесь попроще, на дневном стационаре проще в смысле, что ты хотя бы знаешь, что тебе вот каждый день предстоит. Ее задача состоит в том, чтобы осмотреть детей и назначить лечение. Массаж, физиопроцедуры и кислородный коктейль. А еще Галина Раева практически никогда не отказывает в дополнительных консультациях. Если у родителей возникают вопросы, расскажет и пояснит. Она всегда переживает за своих маленьких пациентов. Раньше, когда не было мобильных телефонов, звонила на городские, чтобы узнать об их самочувствии. Ее хвалят и медсестры, работающие с ней. Очень отзывчивый человек, всегда придет на помощь, всегда на телефоне. Готовы всегда родителям помочь, объяснить все интересующие, волнующие их вопросы. Никогда не отказывает. Про доктора уже много что сказано. Человек, она совершенно замечательная. Мне очень комфортно с ней работать. По любому вопросу можно обратиться, как и по нашей непосредственной работе. Вот так же и просто влечь на какой-то контакте. Бывают на работе разные случаи. Например, на дневной стационар ходил мальчик с тяжелой формой ДЦП. Он не разговаривал, но врачей и медсестер узнавал. А после лечения ему становилось хотя бы на время легче. Вот это, наверное, самое главное. Когда ты видишь какой-то результат своего труда, даже в самых каких-то тяжелых, запущенных случаях, если чуть стало терпимее даже жить, да, ты облегчил состояние ребенку даже такому тяжелому, это уже хорошо. Это уже как-то вот от этого становится на душе, ну, я не знаю, спокойной, что ли. И ты уже забываешь обо всех трудностях. Ну, может, как хорошо, что я пошел в эту профессию. Анастасия Арнт, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».